Киев снова обвинил Минск в военной помощи Москве. Якобы в Гомельской области белорусы дорабатывают и красят российские дроны-камикадзе Герань. Беларусь на претензии Украины не реагирует. Более того, Александр Лукашенко не скрывает, что оказывает всестороннюю помощь главному союзнику – политическому и военному. Протяженность границы Республики Беларусь и Украины свыше тысячи километров. Мы проехали вдоль пограничной линии, и ситуация там кажется напряженной. Минск, что называется, не ждет, а готовится. К чему? Мы спросили у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Олег, приветствуйте. Живой, здоровый. Не стареет начальника. Здравствуйте, Александр Лукашенко. Здравствуйте. Спасибо вам за эту возможность. Спасибо, что приняли нас. Спасибо, что показали границу и как вооруженные силы готовятся. Может быть секреты какие-то от вас. Как вы восприняли вторжение Украины в нашу Курскую область? Как вы считаете, каковы цели, есть ли план у Зеленского? Я согласен с Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок. Что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит в Украине об этом мечтаю. Но встает другой вопрос. В такой ситуации и подобных, кто с ним будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом, переговоры занять, это неправильно. Это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать. Империя – это мы, Россия. Конечно. Против такой империи воевать в Украине, где люди бегут от войны. Хотя, как они говорят, у них отечественная война. Чего бежать от этой войны? Они куда побежали? В Россию же не могут. Побежали в Россию, но там фронт. Они к нам начали бежать. Ухилянки. Да, ухилянки. Бегут к нам, через нас и так далее, большими потоками. Вот кто-то, большинство с вами, они бегут на запад. В Польшу. Ну, то есть это мужчины призывного возраста переходят границу. Да. Это под 98% это мужики, которые бегут от войны и не хотят воевать. Ну, как с империей можно воевать, когда у тебя некем воевать? Вот, как я тебя вижу, так мы видим, что происходит на театре военных действий и то, что происходит в Украине. Не все, конечно, так это, как у вас даже в 60 минутах вы говорите, понятно, не все это так. Есть люди мотивированные. Вот возьмите Курск. Нападение на Курскую область. Слушайте, там не было непрофессионалов. И они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Это были уже прошедшие по войне в основном люди. Остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее, и прочее. Это были сформированы очень мощные силы. И они зашли. Что такое граница? Я же служил, знаю, что такое граница. Это ребят несколько там, ну, у вас усиленные, допустим. Они не могли сдержать такие силы. И, естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Вот тогда встает вопрос, зачем туда зашли? Для того, чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов. Уже лучших собрали. А что будет на других участках фронта? Но в чем опасность, Женя? Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины – это попытка толкнуть Россию на ассимметричные действия. Ну, допустим, применению ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, ну, наверное, у нас вряд ли союзников бы осталось. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Возможность положить Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад? НАТО? Вот вторая осторожность. Мы должны это видеть. Мы это видим с президентом Путиным. Что в это может уже открыто включиться, вот просто даже не пряча это натовские войска. Вот прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемнику под бывших военных уже, чтобы они летали на Ф-16 там и так далее. Это уже есть. А вот операции спланировать и руками натовцев осуществить территорию Украины. А лучшее, что они хотят со стороны этих мерзких поляков, руководителей Польши, захватить Беларусь и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было. Это их мечта. И в данном случае, конечно, нам почти невозможно было бы в такой ситуации защищаться. Это мобилизация и настоящая война должна была быть. Александр Григорьевич, вот что касается границ, вторжения возможного поляков, других наших противников. Мы проехали накануне больше тысячи километров и большинство пути пролегало вдоль границ. Мне показалось, что ситуация достаточно напряженная. Это с одной стороны напряжение. С другой стороны, мы на прошлой неделе видели приказ министра обороны, господина Хренина, о отводе войск к местам постоянной дислокации от границ. То есть напряжение или все-таки есть тенденция к стабилизации? Ну, во-первых, Хренин не может отдать такой приказ. Это было мое решение. Тут я обелять себя не стану в плане отвода войск. Но в хронологии белорусско-украинская граница заминирована так, как никогда. Воин таких не было, чтобы было такое минирование. Там пройти границу сейчас, ну, с большими потерями. Очень большими потерями. На белорусско-украинской границе более 120 тысяч войск Украины. Они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы. 2 мая, квадрат, 3-4. 3-4, сработала сигнальная мина, тревожные группы на выезд. Что касается, вот ввели-отвели, значит, когда у нас был парад, Владимир Владимирович это рассказывал, он в курсе дела, переместилось в Беларусь немало летательных аппаратов. Это вертолеты, самолеты и прочее, они участвовали в нашем параде. Сегодня у нас принимает участие менее 5% наших вооруженных сил. Все остальные на боевом посту. И подразделения сухопутных войск тоже были перемещены в Беларусь. Они видели перемещение к нам. И они подумали, что, как они сказали, Путин опять будет наступать с территории Беларуси. Ну, из-под Гомеля, как это было в начале СВО. И, естественно, они к 120 тысячам этих перебрасывать начали десятками военнослужащих. В ответ я вынужден был, ну, почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было. Потом по каналу, который у нас существует с украинскими спецслужбами, мы запросили, вы зачем это делаете? Они нам честно сказали, что вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под Гомеля. Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели, убрали оттуда. И мы те, которые дополнительно вводили, мы тоже их отвели. Обострение на прошлой неделе очень серьезное было, когда пролетели через территорию Беларуси 13 беспилотников. Некоторые были сбиты белорусскими ПВО. Вы достаточно жестко выступили, сказали, что если Киев не поймет, то будет принято решение о целесообразности нахождения в Минске временно поверенного в делах Украины. Пролет военных беспилотников противника над вашей суверенной территорией – это уже казус Белли или еще нет? Почему мы жестко отреагировали на это? Потому что уже надоело. Они постоянно нарушают юго-восточную часть нашей границы, если они летят там в Питер, туда, дальше. Наносили же удары этими беспилотниками. Некоторые беспилотники, собранные в Украине, летают там 3-5 тысяч километров. Долетали же до Татарстана. Они цепляли нашу границу. Мы их предупреждали. Конечно, наше ПВО это видит и сразу информацию передает российским противовоздушным силам. Они все были уничтожены россиянами. Какие эти панциры? Мы сбили там, я не знаю, сколько целей, вот последний раз. Но это уже вторглись на нашу территорию. Поэтому я вынужден был реагировать по всем этим направлениям. В том числе, развернул вооруженные силы. Это было плановое мероприятие. Там тоже несколько тысяч ребят готовятся с такого западного направления. С северо-западного направления. Оттуда мы перебросим. На украинскую границу или на... На украинскую, ну на юг. Это практически под Брест. Я просто почему спрашиваю, потому что у вас 10 тактических батальонных групп НАТО на западной границе стоит, которые тоже неизвестно, какие планы имеют. Мы их ждем. Там нам будет попроще. Там выстроены оборонительные рубежи. От Бреста, Гродно и выше туда практически литовская, польская граница перекриты на выгодных для нас условиях. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции. Мы видим, где надо разместить их. Не буду называть сколько их штук. Но будет достаточно для того, чтобы закрыть всю границу. Вдоль всей границы. Не линия Сталина, а современные оборонительные пункты. Где тренируются наши ребята. Но хочу вас успокоить, что не первый год мы с Путиным планируем защиту западного направления. Не первый год у нас оборонительные планы существуют. А если надо, мы их переведем в наступательные. Поэтому они пусть там не бесятся и не радуются, что они тут, знаете, мы валяемся с Путиным на полу. Они коленом стали нам на грудь и давят нас. Ничего подобного. Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и по нашей совместной группировке. Потому на Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы последнюю армию усилили, наконец-то усилили серьезным оружием, вы знаете его, российским и обычным, и тактическим ядерным оружием. На параде чрезвычайной независимости на «Искандерах» были знаки радиолокационной опасности. Мы такое впервые увидели. «Искандер-М» впервые в парадном шествии. Нет, это не опасности. Это машины, которые сегодня подготовлены, «Искандеры», для нанесения ударов тактическим ядерным оружием. Но это был сигнал, что такая наклейка там появилась? Это машины, которые принимают участие в тренировках к применению нестратегического ядерного оружия. Мы с Россией тренировали, они нарисовали треугольники, так они и остались. Но это машины, которые подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками. Александр Григорьевич, после вашей реакции была реакция МИДа Украины. Да-да, я понял. Хамское, на самом деле, в том смысле, что нечего и обсуждать. Не видим целесообразности реагировать на них. Белорусская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать. Вот это хамство со стороны украинских официальных лиц, оно когда-то закончится? Ну, Женя, оно идет от 75-го квартала. Поэтому настоящие дипломаты себе такого не позволят, даже если нечего обсуждать. Это во-первых. А во-вторых, они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Белоруссией не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И Курск это показал, чего хочет Запад от нас и, прежде всего, от России, чтобы изнутри взбудражить общество. Поэтому мы к этому не готовы, мы это не хотим. Мы не хотим эскалации, и мы не хотим этой войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что ж, у нас другого выхода не будет. И никаких, Женя, никаких, вот можешь это прямо в своей передаче подчеркнуть, никаких красных линий не будет. Она есть, эта линия, государственная граница. Как только наступили на нее, говорю, как пограничник, ответ будет мгновенный. Он подготовлен. Приказы в сейфах, как положено. Александр Григорьевич, тогда прямой вопрос, который очень любят на Западе лидерам задавать. Вы готовы нажать красную кнопку? Слушай, уже красные кнопки, уже все вокруг понажимали. По периметру Беларуси и России уже понажимали красные эти кнопки. Осталось только самую красную нажать. Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с Путиным принимая такие решения, даже уже как-то и неудобно об этом говорить. Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты. Они абсолютно закрыты. Где они в открытую, говорят, высокопоставленные люди, пусть бьют друг друга. Они дают, пусть бьют друг друга. Украинцы, русские, пускай в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения. Чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили. И нам надо очнуться и понять, что Володя Зеленский, он сегодня сидит в бункере в Киеве и так далее. Но завтра он где будет сидеть? В Великобритании. Поэтому надо сесть за стол переговоров. Если сесть за стол переговоров, сразу вопрос китайцы, бразильцы и прочее задают. Ну, сели за стол переговоров, с чего начать? И он правильно от земли умно предложил. Давайте начнем, на чем закончили в Стамбуле. Давайте развернем тетрадку эту, где подписались, парафировали фактически переговорщики, руководители с вашей стороны. Мне Путин его переслал сразу. Давайте отсюда начнем. Да, на земле ситуация изменилась. Еще изменилась ситуация. Но с этого-то можно начать. И начать обсуждать. Так, Россия, это территория уже в России конституционная. Надо сесть за стол переговору и обсуждать вопрос. Надо это остановить. И такая возможность есть. Но если будет так вот, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. А вы Зеленского признаете президентом легитимным сейчас? Вроде как срок полномочий истек? Знаете, можно говорить о том, что он нелегитимен. Де Юре, не хочу повторять старшего брата, он читал конституцию эту Украины и все уже знают. Де Юре, к нему есть вопрос о легитимности. Де факто он принимает решения, и эти решения исполняются. Вот он принял решение, это безумство в направлении Курска осуществить, и армия исполняет. Там юридически не с кем разговаривать. Это правда. Но фактически, мотивируя тем, что война там и прочее, они реально принимают решения. Слушайте, вот мне пресс-секретарь сказала, что Женю Попову очень интересует проблема героизации нацизма. Конечно. И вот недавно они там вывалили аж на уровне Бундесвера, да, некоторые вещи. Страшно читать. В список героев они включили тех, кто состоял в НСДАП и ССС. Для подражания. А нас, помните, как Космодемьянская, Марат Козей там и прочее критиковали. А чего ж, нашим путем идете? Да нет. Идеология в любом государстве всегда была. Вот у них, они решили вернуться к нацистской идеологии. А нам не надо никуда возвращаться. Наша сегодня идеология, даже если мы ее отрицаем, что это плохо, идеология не может быть. Она основана на том фундаменте, вековом фундаменте. Мы ничего, не Путин, не я ничего не придумали, когда говорим о традиционных ценностях. Мы ничего не придумали. Это было всегда. Ну, коммунисты это выпячивали. Мы после распада Советского Союза вообще отпихивались от этого. Почему? Потому что нас так учили. Поэтому нам ничего не надо на них смотреть и бояться. У них надо брать лучшее, то, что нам выгодно. Я вам просто советую на это бешенство просто не обращать внимания. Но и потом, знаешь, Женя, надо иметь в виду, политики же очень редко говорят то, что думают. Даже вы? Бывает, что и я не говорю то, что думаю, а иногда говорю, ну, так, как хотелось бы мне. Но врать ни в коем случае. Лучше промолчать. Александр Григорьевич, как раз по поводу того, что вы сказали, я вас процитирую, если позволите. Пару дней назад на встрече с людьми в Шкловском районе. Цитата всех удивила. Вы сказали. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы. Это почему вы сказали? Ну, во-первых, мы же не вечные. Почему сейчас? Да, но ведь это сказано было не в контексте, что мы вечны, вот, не вечны, что мы когда-то умрем. Некоторые этого не понимают, не зная вообще сути президентской работы и ситуации. Все считают так, а, 30 лет, это много, с ума сойти. Это единицы людей, которые работают 30 лет президентом. И люди привыкли, вот, знаете, вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому людей. Я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал. Не пойдете на следующий срок, означает. Или что вы уже настроены на какие-то перемены. Нет. Ой, мы перемены, мы Конституцию недавно под перемены выстроили. Но мы не хотим перемен, чтобы это была, знаешь, революция какая-то. Я сторонник не революционных, а эволюционных перемен. И мы за эти годы сделали очень много, чтобы выстроить то, что вы видите. Кому-то нравится, не нравится, но люди, в общем-то, комфортно себя чувствуют. Нас часто говорили, ну, это вот Беларусь, это осколок советского времени. Да нет, это уже осколок давно не советского времени, но то, что мы на основе советского опыта, достижений советского периода построили, это правда. Вы не скрываете этого, что вы постоверляете нам продукцию военного назначения. Абсолютно. Нас из Запада, забегая вперед, украинцы упрекают. Так вы помогаете России. А почему мы им не должны помогать? Когда-то, Оля, была твоя здесь? Ольга Владимировна, привет. Александр Григорьевич, дорогой, я очень рада, что мы с вами, наконец-то, лично познакомились. Мы поехали на предприятие, где боеприпасы производили, там разговаривали с ней, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России. Мы ничего не скрываем здесь. Идет война, наш союзник воюет. Поэтому, чего нам тут бояться? Вы сами как расцениваете наш союз? Насколько он нерушим? Могу сказать просто. Вам надо в России и в Беларуси нам идти по стопам двух президентов. Вы видите наши отношения. Абсолютно близкие. У президента Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью. Это естественно. Мы союзники. Если уже абсолютно откровенно, чтобы ты меня не упрекнул потом, неискренность, я скажу, что Олег очень хорошо это помнит. Ты знаешь, что совсем молодым был. Россияне так относились и во времена Ельцина. Ясно, кто вокруг него был. Ельцин-то он, конечно, с него никто не выбил то советское прошлое. Что бы он там ни говорил, кого не назначало, когда мы сидим с ним вдвоем, да и что там по рюмке выпили, он был тем стойким, ярым патриотом-коммунистом. Патриотом-коммунистом? Патриотом-коммунистом, хоть он против коммунизма боролся. Ну, я имею в виду коммунистом, когда он работал сам в этих структурах. Он никогда не отрицал. Никогда не отрицал свое прошлое. Даже Ельцин. Ну, конечно, в силу определенных причин кадровые вот эти назначения были вообще непонятны. То он проамериканский, то он либерал. Никогда не был он проамериканским там либералом. Это был патриот стойкий, пророссийский. Ему скажи, что он должен в угоду кому-то что-то сделать. Хоть тогда и Россия послабее была. Ну, что вы. Он будет драться, доказывая это. А еще по рюмке махнем, так и с пулеметами наперевес за Россию, за Отечество пойдем. Просто его надо объективно еще политику переоценить. Есть примеры такие, в том числе на постсоветском пространстве? Кто отбрасывал? Конечно. Конечно. Но я говорю о конкретном человеке. Это не Ельцин. И не надо Путина от этого отталкивать. Это он, ну, к примеру, он служил там в разведке. Но разве он мог бросить ребят? Нет. Поэтому мы их и вытаскивали из-за границы. То есть вот оно, прошлое, как влияет на человека. Это же наши ребята, они же во имя России и прочее. Вот это суть разговора Путина была на эту тему. Поэтому прошлое никуда не денешь. Оно на тебя влияет. И вот ты говоришь о Союзе. Олег тебе может рассказать больше, чем я, что творилось тогда. Тогда мы неугодны были для России. Не та политика. Шапку Мономаха кто-то хочет схватить в Кремле. И так далее, и тому подобное. И в силу этого шел такой прессинг на Беларусь. Но я все равно вместе со своими коллегами проводил ту политику, которая проводится сейчас. И часто даже у нас разногласия были серьезные с Путиным. Я ему говорил, знаешь, мы можем ссориться сколько угодно. Но мы должны видеть интересы собственного народа. Во-первых. Во-вторых. Придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем. И когда началась специальная военная операция, тогда я сказал, что мы не позволим русским спинам стрелять. Мы тогда подняли практически полармии и закрыли то направление. Они поняли, что шутки в этом плане плохи. Литва, вот минуту назад, запретила въезд всем автомобилям с белорусскими номерами. А с российскими? С российскими, вероятно, уже давно. Да. Но с точки зрения граждан, наших граждан, белорусских граждан, это повлияет? Слава Богу. Деньги останутся здесь. Ведь этот вот так называемый экономический туризм, это огромные средства, которые вывозились отсюда. Вот понимаешь, вот обязательно надо было купить что-то импортное. Если не Гуччи и Версачи, то все, ты уже никакой. Я не знаю, ты какие костюмы носишь, а я ношу белорусские костюмы, шитые у нас в ателье, что и раньше шили. Коммунисты здесь шили. Хорошо шьют. Да, ну ничего. Вот я пропагандирую белорусский лен. Кстати, Путин очень много одежды носит льняной. И я ему однажды предложил, говорю, слушай, давайте костюм сошьем с белорусского льня. Он засмеялся. Костюм сшил в итоге? Я понял, что ему не надо наши ткани. Шить россияне умеют лучше нас. Александр Григорьевич, очень много сейчас в белорусском информационном пространстве обсуждают события 2020 года. Вспоминают вас, россияне. Тоже тогда удивились, увидев вас с автоматом. Применили бы? Там никого не осталось, да? Тогда не было необходимости применять. Я в горячке, можно сказать, когда... Почему я туда пошел? Я пошел туда, когда я услышал, что Лукашенко сбежал, он уже в Ростове. Это я был тогда за пределами Дворца Независимости в резиденции своей. А у меня вертолет постоянно находился за воротами, я в вертолет. И пилотам говорю, ребята, вы прилетите вот по улице, где они там идут, ко Дворцу Независимости. И пониже, говорю, опустились. И те, кто шел, они приветствуют, ура! Ну, я подлетел ко Дворцу Независимости, выхожу, уже в такой горячке. Я думал, они штурмовали шли Дворец Независимости. Я пошел прямо напрямую, и они бежать начали. Они уже бежали, пятки сверкали. Первый раз видел в жизни, как сверкают пятки. Вы тогда были с сыном, и вас россияне очень часто видят с сыном. Вы какого будущего своему сыну желаете? Первое. Сын, он у меня такой оппозиционный ко мне. Вот видишь, Путин молодец, он вот это сказал. Ты почему кулаком стучишь там? Ну, в таком хорошем смысле он может меня покритиковать. Он когда увидел, что я бронежилет свой надел, у нас и у него, и у меня свое оружие бронежилетовец надел, и вертолет он на себя накинул. Ты, говорю, дома останешься, не надо никуда. Нет, я пойду с тобой, я не убивать еду, я иду защищать своего отца. Вот его были слова. Ну, что тут скажешь, Путин? Мы сели с ним в вертолет и полетели. Поэтому не надо сына тут запада, это же пристегивает, и меньшего этого сына к этому. Он человек мужественный, я этому рад. И свою страну он будет защищать как следует. Вот, это первое. Если говорить о сыне, он подготовленный человек, он блестяще закончил школу, он хорошо владеет английским языком, в коммуналистском языке обучение проходит биотехнологии. Он учится в Пекинском университете и Белорусском госуниверситете по совместной программе. Здесь и там два диплома. Поэтому я хочу, чтобы вот у этого способного человека, который музыкант хороший, музыкой занимается, спортсмен и так далее, я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем своим белорусам. Россиянам, всем добрым людям вокруг. Я хочу, чтобы был только мир. А дальше давайте посоревнуемся, кто кого. Спасибо, Женя, спасибо, Олег. Я думаю, что мы еще не один раз встретимся и в развитии некоторых вопросов поговорим. Но вы должны, как ведущие политики в России, публично понимать, что отсюда проблем не ждите. Белоруссия всегда были надежными людьми. Полную версию интервью с Александром Лукашенко смотрите завтра на нашем телеканале «Россия-24» после 10.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова